За это убивать надо! Лёлик, только беру, я всё исправлю! Чтоб ты издох! Чтоб я видел тебя, воробу, у белых тапков! Чтоб ты жил на одну зарплату! Отец Гермуген, пойду я домой, а? Прогляну! Анафене придам ерод от лучов! Честное слово, мне здесь очень нравится! Очень! Ну, он так устроен славно, с любовью! Так взял бы и от него! Честное слово! Помози мне! Помощник мой! И избавитель мой! Ищи ты, Господи, не закосни! Утрудихся воздыханием моим! Тебя! 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 Эх! Господи! Пролей меня! Гнев твой! Ярить гнева твоего! Да постигнет я! Заклинаю тебя! Гальдуком! Песным хвостом! И топырем! Заклинаю тебя! Заклинаю! Заклинаю тебя! Заклинаю! Заклинаю! Дорогие друзья, здравствуйте! Давайте продолжим отвечать на вопросы. Прежде всего хочу сказать, почему мы делаем это видео. Вообще ведем наш канал более десяти лет. Человеку свойственно заблуждаться. Если мы посмотрим вокруг нас, на птиц, зверей, они живут по встроенному вниз закону Бога, который мы называем инстинктами. На самом деле у них есть душа, у них есть разум, у них есть даже некоторый выбор решений. Туда побежать, туда побежать. Это животное. У человека есть больше дух. Помните Адама. Пока дух ему не был дан от Бога, он не отличался ничем от животных. Можно сказать, это и есть переломный момент. Это и есть то, что отличает нас от всего иного, созданного Господом Богом. И этот дух данный человеку, ожививший его, как эксклюзивное создание на земле, лучший, как говорит сам Творец, проект Создателя, весьма доволен, говорит он. Мы, создав человека и его вторую половину, мужчина и женщина, неразрывны между собой. Но мы, увы, имеем склонность к отшествию от Творца. И нам она дана не случайно, для того, чтобы мы сознательно к нему приближались. У человека есть вольная воля. И, следуя собственной вольной воле, увы, мы далеко не всегда следуем законам Творца, которым подчиняются, безусловно, все другие твари на земле. Потому человек самая высшая организация, и потому Творец не вмешивается напрямую явно, конечно, без него нет ничего, он сам говорит, но он не вмешивается явно в свободную волю человека. Иначе это был бы робот, это было бы дерево, это было бы как раз обезьяна, живущая по безусловному закону Бога. У нас как раз есть выбор между Богом и небогом с собственным представлением на все. Мы очень часто следуем выдумкам, о чем мы говорили в предыдущих видео. И люди очень расстраиваются в комментариях и почему-то приходят сразу на личность. Понятно, почему аргументов нет противостоять. Потому что в этом есть правда в том, что мы пишем. Заблуждаются все, но некоторые понимают то, что они могут заблуждаться, а другие нет. Итак, проклятие. Вопрос звучит так. Интереснейшая и важнейшая тема. Спасибо за вопрос. От подписчика хотелось бы обсудить тему проклятия. Притча Соломона 26.2. Как воробей спорхнет, как ласточку летит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Какое бывает заслуженное, незаслуженное, специальное, необдуманное проклятие. Спасибо за вопрос, очень интересно. Читаем также в притчах «Кто разглашает клевету, тот глуп». И говорит также Давид «Чего я убоюсь, сидя в долине смерти, когда Господь со мною». Иногда Бог даже не попускает некие проклятия, которые, например, Валаам хотел сделать для Израиля. «И попустил Бог», мы читаем в числах 23 глава во Второзаконии 23 глава. Израиль пал потом через хитрость Валаама. Пал через распущенность и разврат. Что значит, воробей спорхнет, ласточку летит, ничто не останется, ничто не задержится из проклятия на человеке, если оно необоснованно и незаслуженно. Что же это такое? Здесь же Славом поясняет «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему». «Не отвечайте глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в своих глазах». «И времена древние, не дрогнув, отец мог проклясть сына». Да, так было. Проклятие – это отсечение человека от всех источников жизни. То есть, если человек кого-то проклинает, он желает ему невозможность реализации собственного потенциала. Итак, что же такое проклятие? Божье и человеческое. Есть такое понятие «заслуженное проклятие» и «незаслуженное». Человеческое понятие. Конечно, боязнь проклятия больше касается людей суеверных, то есть тем, кто позволяет себе поклоняться кому-нибудь или чему-нибудь, кроме самого Бога. Это важно. Кстати, вам известно, друзья, что в православной практике существует понятие «псалмокатара», проклятие «псалмами», взятую в греческой православной церкви. Этот «номоканон» существует и в России с 1528 года. Это чинопоследование употребляется во всех церквах. Мы еще знаем некую анафему. Это практически то же самое. Священники читают отрывки из «псалтыри», где Давид говорит о проклятии кого-либо. Так что поздравляю! В христианстве, в православном, в католическом, очень много элементов магии и хождения вокруг церкви. Налево, то есть ритуальный круг, тот, что мы видим с вами. Зашитие мощей под жертвенник. Это очень древний языческий обряд. Приносили живых людей в жертву. Приносят до сих пор. Скрываются криминалистами преступления, когда детей, в основном это была девочка, замровывают какое-то здание для того, чтобы это здание стояло хорошо и имело благословение. Все это в наших церквях есть. Мы, правда, зашигаем мощи, но в Константинополе используются и живые люди. Для этого есть тому свидетельство. Итак, продолжим. Проклятие имеет в себе значение, само эмбелическое значение – желать кому-то зла. Человек крайне недоволен тем, кого проклинает или что проклинает, и как бы вызывает зло на голову этого человека или какого-то предмета. Первое, где мы встречаем проклятие, это книги Итие Решит, когда Бог говорит змею – проклят ты будешь. Что такое проклят? Будешь вне клятвы. Вне клятвы с кем? С Богом. Это важно. И это только в силах Бога. Отвести, отлучить человека от клятвы с Богом. Взаимная клятва дается человеком и Богом. Бог клянется, что человеку помогает, человек клянется, что следует путями Бога. И когда человек совершает что-то неугодное Богу, он его выводит вне этой клятвы, как в последующем моменте и саму землю. История в Эдеме. Конечно же, друзья, здесь не дьявола проклинает Бог, это его служащий дух. А змея будешь ползать и будешь прахом. Так называемые герпетологи говорят о том, что змеи не имеют вкуса. У них любой продукт, который они едят, употребляют вкус земли, праха имеет. А почему же земля проклята? То есть выведена вне клятвы, вместе с человеком, потому что она отдана в руки Адама была. Потом мы помним, после Нового Завета Бог снимает проклятие с земли, снимает проклятие с человека, и человек уже должен будет сам, получив закон Тары, получив пророков, идти путем Бога. Проклятие над ним уже не давлеет. А теперь очень важно само осознание человека, кто он есть и куда идет, к Богу или нет. Далее уже и закон Тары, а далее приходит Мессия. Человеку даны, так скажем, все козыри в его руки, только действуй ты, человек. Так вот это повреждение, которое получил человек ввиду того, что он выведен был с заклятвы и есть, теперь в его смертности он стал смертен, как и все материальное на земле. И это механизмы Бога, это его сила. Она всегда только у Бога. Мы сейчас об этом подробнее скажем. Любая сила проклятия, снятия проклятий только у Бога. И когда люди начинают заниматься проклятием, они присваивают себе эту функцию Бога. Естественно, что они ее не могут присвоить, но пытаются делать такие потуги, изображают себе магов и волшебников, влияющих на людей. Однако здесь не все так просто. Сейчас разберемся. Еще раз скажем. Этой силой вывести заклятву, подвергнуть инспекции обладает только Бог. Только Бог. Но, друзья, что же все-таки здесь происходит? О чем же все время говорят пророки, которые находятся в Танахе? Они говорят, предупреждают, это и есть смысл всего пророчества, всего описания. Христос об этом говорит. Много его апостола тоже, в какой-то степени пророки, что если человек поступает определенным образом вне воли Бога, вне клятвы данной Богу его заповеди, то он навлекает на себя институты судебные небесной канцелярии, то есть самого Господа Бога, его служебных духов. Так вот люди часто действия Бога определенному человеку привязывают к собственным якобы действиям, якобы собственным усилиям проклятия, собственным усилиям взгляда. это тоже очень опасная практика, и прежде всего такие люди под пристальным взглядом канцелярий небесных духов, силы Бога. Такие проклятия, которые исходят из собственного зла того человека, который кого-то пытается проклясть, они показывают пустоту самого этого человека. Но сейчас мы рассмотрим детали, здесь есть детали, не все так просто. А уж сколько гражданок и граждан наживаются на том, чтобы освободить как будто якобы от порчи, сглаза, проклятия, какой-то доходный бизнес. Но человеку это не под силу, как и навести определенную порчу. Это не порча, это что-то другое. Что именно? Даже если что-то с человеком происходит, это не порча, это нечто другое. Что именно? Давайте разберемся. Вообще надо сказать, что магия, любая магия, это именно попытки воздействовать на Святого Духа, инструмент Божий, с помощью своих собственных действий, ритуалов и мантр. Мы со всеми нашими просьбами должны обращаться напрямую к Господу Богу, как учил нас Сын Божий, Отче наш Сущий на небесах. Остальное все заигрывание с колдовством, а участь заигрывающих с колдовством и тех, кто предлагает такие услуги, и тех, кто ими пользуется в возере Огненном. Итак, в иврите есть слово кляля, это проклятие. И слово кляля, проклятие на иврите происходит от слова кай, облегчение. Есть понятие уважения, важность от слова вага, вес, вагон, кстати, это потому что тяжелый. Уважение, этот же корень, то есть придание кому-то веса, значимость. И важность все от слова вага, вес. А противоположность этому слову вага, важность, ничтожность, невесомость. Вспоминаем, как Валтассар в книге Даниила увидел руку на стене, и эта рука писала, я взвесил тебя и нашел весьма легким, после этого он погибает. Это же выражение взвесили тебя и нашли легким, мы встречаем часто в писании. И вот противоположно этой весомости, значимости, слово крылья, когда у человека нет никакой значимости, невесомости, нет никакого потенциала, и все, что он делает, не имеет никакого веса, ни силы, и лишается этот человек вот таким проклятием своей весомости, своей силы, своей значимости, делается пустым. То есть мы говорим о том, что хотел бы, чтобы было тот, кто проклинает. Вспоминаем, как Христос говорил, кто скажет своему другу, брату, рака, то есть ты пустой, невесомый, незначимый, сумасшедший человек, тот сам будет под судом скорым, под судом синодриона человеческим, и под небесным судом тоже. Если скажет безумный, то есть безумный тоже освобождал от всякого веса, от всякой значимости, от изучения тары, так кто скажет другому это, тот, будет под судом и человеческим, потому что получите на земле свое, и под судом небесным будет гея огненной. А слово а-рр-р-р это отсечение от всех источников жизни. Вот такая санкция, накладываемая на человека, которая отсекает от человека, от всякой поддержки мира Бога и Отца. Так вот отсюда мы теперь видим, почему ортодоксальные евреи добавляют в своей какой-то комплиментарной фразе похвала без сглазов, без дурного глаза. Потому что проклятие и сглаз, они вместе идут в одной упряжке. Сглаз проклятие порчат, что это такое вообще? И нужно ли этого бояться, и как от этого избавляться, и так далее? Что-то с этим вообще делать? Интересно, Медораш Вайкра говорит, что в мире 99 людей умирают от сглаза, а остальные только своей смертью. То есть получается один. Вот такая вот статистика. Интересно, что в Талмуде очень часто встречается то, что мудрецы используют сглаз и проклятие, чтобы достичь каких-то своих целей. Знаем, что такое Талмуд. Надо очень точно это понимать. Это сбор всех представлений, пересудов, диалогов, споров. Иногда очень горячих. Туда просто всё записывалось. Это никак не есть истина априори в языцах. Это просто человеческая жизнь в спорах о писании, представлении, мировоззрении записана в Талмуд. Там же мы встречаем много поисков, защиты от глаза и тому подобное. И в нашей христианской среде постоянно мы видим. Прочитайте эту молитву, поклонитесь этой иконе, прицепите себе на пятку такую-то маленький брелок с изображением святого. И тогда вам не грозит порча сглаз, проклятие, его пагубное действие. Так что такое сглаз? Если я встречаю человека, называю его, например, Иваном. И у Вана прекрасная машина, хороший дом. Я начинаю про себя думать, что же такое Иван хорошего сделал? Плохой же человек, в общем-то, невнимательный и никогда со мной не здоровается. Почему Бог ему дал машину, такую хорошую, дом, жену, красавицу? Что-то здесь не так. Если Бог вообще его справедлилась. Я самый лучший человек в мире, у меня всего этого нет. Во всяком случае, тех же марок и тех же престижных качеств. Вот я разговариваю с Иваном, говорю, ой, Иван, какой у тебя замечательный автомобиль. А внутри меня вот то, все, что мы перечислили. Слава Богу за тебя. На самом деле, я не весила внутри и думаю, ну что же за несправедливость этот Иван. Да он вообще никто. Особенно по сравнению со мной. Тем более, что я знаю, за этим Ванькой очень противные, плохие, Богу неугодные делишки. Куда Бог смотрит? Надо ему открыть глаза. И возникает в таком моем внутреннем диалоге то, что на еврейке называется тетрук. То есть жалоба, обвинение. Так как мы все ходим под Богом, то, конечно, мы бываем слышимы в своих этих сетованиях. Например, на Ивана. И получается, что внутри себя я спрашиваю, а этот Иван, он вообще достоин всего того, что ему дано? И служебные духи, которых тьма, тем вокруг нас, они слышат, конечно, мои сетования. Это их задача. Мы знаем, что там есть обвинитель-прокурор на небесах. Достоин ли Иван этой машины? Достоин ли того, что Всевышний дал ему эти дары? И, как это бывает, мы видим в книге Иов, представитель обвиняющей стороны начинает против Ивана судопроизводства. Слыша мои доносы, мою динунчу, мою жалобу поданную невестный секретариат в канцелярию юридическую правосудие. Вот в этой Ивановой жизни начинается массовая проверка, дан орден на обыск, и его трясут и всех его родственников. И начинается испытание у Ивана, в том числе и с машины, со всеми делами его прекрасными. И выдержит ли это Иван, смотрит Всевышний точно, книга Ивна, мне просто так дана. Будет ли любить Бога Иван без машины, без всех преимуществ жизни? Вот так что мы такой глаз дурной, который мы причислили с вами, наши мысли о Иване внутренние, привлекает на Ивана проверку специальных служб, которые, конечно же, поставлены от Всевышнего. Надо очень хорошо помнить, никакая сила, никакая, не работает без вмешательства Всевышнего. Без меня не можете ничего, я все создал, я сам судья, я вас дам. Поэтому канцелярия работает четкой иерархией, воля Бога, проверить гражданина Ивана Ивановича. Гулькина, так ли он хорош, что имеет Мерседес, последние модели. А подавший прошение, жалобу, возмущение Петр Семенович, правильно ли он сотворил этот донос? Нельзя нам верить, что кто-то просто посмотрел дурным глазом, кто-то что-то проклял, поставил тебя в твою легкость и никчемность, и что-то случилось по механическому действию этого глаза или этого проклятия? Нет, никогда. Просто то, что мы с вами сказали, происходит. Возбуждается небесная канцелярия на проверку этого человека, на которого поступил донос от определенного Петра Ивановича, не знаю кого там, на вот этого гражданина Ивана. Ничего без Всевышнего не работает, это тоже надо запомнить. Поэтому, конечно, всякие амулеты, привесочки, завесочки, ползания перед какими-то изображениями рук человеческих, какие-то специальные мантры, молитвы, езда по каким-либо местам, ничего это не работает. Все, небесную канцелярию на вас поступил. Допрос, а уж как проведен был Иов, потому мы вокруг видим только странности, по нашему взгляду несоответствий, как живут теленые люди во зависимости от их поведения. Итак, никто ничего не может нам повредить без Бога. Но у Всевышнего есть честное судопроизводство. Говорим нашим человеческим языком, конечно же. Хотя нам сказано прямо о Писании. Суд страшный есть. У суда прокурор, сатана, его все коллекторы, скажем так, и защитник, определенный ангел. А вот здесь самое важное. То есть начинается судопроизводство против Ивана. Но прав ли я, написав донос на него в своем сердце, сказав, озвучив мыслями в небесную канцелярию. И тут начинается обязательно проверка того, как и бывает в человеческом суде, кто сделал этот внутренний духовный донос. А что это за Иван такой? Он никчемный, у него есть плохие делишки, а он получил такую машину от Господа Бога. Начинается проверка Ивана, начинается проверка того, кто сделал этот донос. И вот так человек, который делает порчу на другого, пытается, вольно-невольно, потому что иногда невольно возникает зависть, злость, ревность внутри нашего сердца. И тот, кто проклинает, вольно или невольно, это не имеет значения, тоже на себя навлекает немедленную проверку нашего доноса. Может быть, это клевета. Об этом именно притча, когда тебя ударили по правой щеке, иначе зачем указывать по какой? Обернись, то есть подставь другую, значит, оберни другую, нам написано четким текстом, оберни другую, а не подставь. То есть повернись и посмотри. По правой щеке, правой рукой ударяют только сзади. У нас есть видео на эту тему. Кто это тебе там делает, кто там про тебя что говорит, и стоит ли вообще эти слова чего-либо. Нелегки ли они и не пусты ли они, прежде чем начинать учинять расправу, и злиться, и представить небесную канцелярию, уже донос сразу же на другого человека, который, по нашему нечеткому мнению, что-то там про меня сказал или что-то там напакостил. Мне так донесли. Я даже не разобрался, но уже начинаю внутри себя не любить какого-то человека, которому мне рассказали. Вот, смотри, этот сосед, он у тебя ворует яблоки. Я уже его тихо начинаю ненавидеть. Смотрю, дом у него красивый, только что покрасил. Как так может быть? Ворища. А Бог ему все дает. Дети у него такие хорошие. Вот я начинаю состряпывать донос в небесную канцелярию. И этот донос берется сразу в дело производства, начинает рассматриваться сосед под всеми пристальными лупами всех небесных коллекторов и служивых духов. И, конечно, я, правильный ли мой донос, если я думаю, я это какой-то человек, естественно, я не сам себе говорю конкретно. Любой говорит в сердце своем о соседе некие вещи такие, опорочивающие его. Пореверенности, зависти, злобы, навета, не разобравшись, не повернувшись и не уточнившись. Сосед вообще здесь ни при чем, ни сном, ни духом. Первый раз такое слышат про какие-то яблоки. Так вот, здесь тоже важно, друзья, чтобы не сработал принцип попадания под суд того, о ком мы плохо думаем, наветы совершаем и себя самого, потому что мы подали запрос, обязательно будем в рассмотрении. Все наше дело начинаются, всякие вещи, неустройства. Так вот, чтобы этого не случилось, говорит Иисус об этом, не суди, да не судим будешь. И именно об этом Он повторяет слова Отца. Ибо каким судом судите, тем и будете судимы. Вот это и есть то, о чем говорит Христос. Он прекрасно знает все материалы иудаизма, потому что Он и Отец одно. То есть, по сути, Христос и Иисус говорит о том же самом, что мы сказали. Те же ангелы, духи, которых мы призываем вольно-невольно в душе своей для проверки данного гражданина, какого-нибудь мойшей негодяя, который так хорошо живет. То есть, вызываем дело производства относительно этого человека, другого, и это же точно срабатывает против нас. То есть, мы попадаем под пристальный надзор, разбор и даже выдается духом ордер на обыск нашего сердца и в наших всех делишках и делах. Тот же самый суд придет и проверит, в конце концов, нас, говорящих, думающих, клевещущих, того, кто посылает другому проклятие, порчу, вольной или невольной, еще раз скажем. Придет обязательно суд и на того, кому посылают, увы, и на того, кто посылает. Совершенно независимо от праведности или неправедности вашего посыла, вашего доноса, вашего проклятия. Поэтому будьте всегда бдительны, говорит Христос. Бдите всегда, вы не знаете, когда попадете под пристальный надзор небесных органов. А точнее сказать, это происходит повсеместно, везде и практически всегда. Поэтому, можно сказать, постоянно под этим надзором. Спрятаться от божественного взора невозможно. И в таком рассмотрении нас не обязательно мы найдемся праведными, высомыми и очень важными перед Богом. Хотя, скорее всего, о себе думаем. Человек думает именно так, что он гораздо тяжелее, весомее других. Потому так и говорилось в иудаизме без дурного глаза. То есть я никаких претензий не хочу. Не хочу, Господи, чтобы в моем сердце возникала зависть. Она меня погубит прежде всего. Поэтому я не хочу никаких вопросов внутри меня, почему вот этот Мойша имеет что-то, Иван что-то имеет. А я нет, 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 Господи, избавь меня от внутренних вот этих состояний. Я этого не хочу всеми силами своей души, никого не хочу проклясть, если я не знаю вообще о чем и за что проклясть конкретно. И слава Богу, что Всевышний благословил этого Мойша, этого Ивана, какого-то соседа, этим тем, что у него есть. И слава Богу, что ты его благословил. Поэтому дурной взгляд конкретно переводится в северный взгляд плохого. То есть это взгляд, который тебе принесет плохо. А это, честно, взгляд сатаны. Кого? Прокурора, проверяющего все наши делишки с позиции обвинения на страшном суде. И достойный человек здесь уже на земле получить то, что он имеет, уже не говоря о небесном суде будущем. И все это плохо заканчивается. То есть заканчивается как плохо? Проверкой и того, кто сглаз имеет и порчу дает, и того, на кого это направлено. То есть это нехорошо ни для кого. Поэтому евреи всегда старались избегать дурного глаза и каких-то проклятий ненужных. Конечно, вряд ли такая статистика, которую приводит Медра, что 99 человек умирает от сглаза. Но что такое сглаз, порча, проклятия? Это наши пересуды, наша ненависть, неприязнь в нашем сердце, друг к другу, зависть, злоба, ревность. Не разобравшись, суд над кем-то и над чем-то. Это то, что человеку, конечно же, сокращает жизнь. Потому что это ненависть, злоба, гнев и высокий адреналин, как правило, как следствие. Раздоры, ссоры, поножовщина. Вот чем это может закончиться. Такие чуйства внутри нас и направленные на кого-то действия. Порча, сглаза, проклятия. Так вот здесь очень важно. Имеет ли это сила, сглаз, моё вот такое проклятие, человеку, имеет ли сила это на тех, кто верит у Иисуса? Читаем в Писании, что сатана, говорит Христос, настоял, чтобы сеять вас, апостолов, как пшеницу. То есть вот та же самая проверка органов канцелярии небесных. То есть сатана имеет право проводить проверку и с учениками Христа. Другое дело, что Христос не дал это сделать. Он сказал, я не дам вас вырвать. И ты, Отец мой, не дай вырвать их для проверки. Они не устоят. Ещё раз скажем, всё-таки была проверка. Помним, как Пётр упал, и Иуда упал. Пётр сумел справиться со своим падением, и Иуда нет. Так что сатана вполне может получить разрешение подступиться к любому человеку и даже верующему во Христа. Мы ничем не праведнее апостолов, которым поступал сатана. Христос тогда не дал другое было домостроительство, другая идея, и не дал своих учеников ради будущего домостроительства. Создание базы ученичества по всему миру. Поэтому, говорит Христос, не суди, то есть не делай этого в душе, в сердце, как угодно. Мы не говорим о человеческих судах, конечно, нет. Это совсем другое дело секулярного мира, они обязательно, они нужны. Мы говорим о внутреннем нашем суждении. Не делай этого, потому что сам будешь судим. Вот это фраза Христа. Не стоит спешить с осуждениями, стоит поберечься, а вот и возбуждать на дурной глаз и проклятие. Не думаю, что нужно здесь такие прибаутки, как только бы не сглазить, тьфу-тьфу-тьфу, по дереву постучим, будем держать кулачки, фигу в кармане. Нет, это всё не работает, друзья. Так что это вряд ли помогает. А что поможет от сглаза и порчи? Это то, что мы с чистым сердцем хвалим человека, радуемся за его успех искренне. Потому и говорит Христос, молитесь о ваших врагах, чтобы не было в вашем сердце вот это вот неприязни. Потому что она, внутренняя неприязнь, призыв к чему-то плохому для другого, а даже это если враг, и на тебя наведёт проверку в любом случае. Поэтому старайтесь этого избегать, чтобы не пасть. И вряд ли мы можем оказаться тяжёлыми в глазах Бога. Значимы весомыми, может быть, кстати, и наоборот. И когда мы благодарим человека, благодарим Бога за благословение, когда он дал другому, сердце наше должно быть чисто от зависти в этом. И тогда действительно мы защищаемся от проклятия. Оно делается, как воробей, как птица. Оно нас не может усидеть, оно спаркивает и улетает. Потому что на нас не распространяется тогда. Вот такой тщательный надзор обвинителя небесного в наших делишках. Имеется в виду в данный момент наших мыслей. Не значит, что вообще мы избавляемся от обвинителя на страшном суде. Хотя праведный на страшный суд не приходит. Но кто праведный знает, только Бог, конечно, не мы. Потому и важно нам воздерживаться от своего дурного взгляда, своего дурного пророчества, своих дурных проклятий. Не будет в нашей сердце тьмы осуждения. И тогда до нас никакой тьма, никакое осуждение не придет. Но есть еще один момент. Есть порча. Что такое порча? Это через проклятие нанести кому-то сознательный вред. Интересно, что до нас дошел исторический факт. Во время мировой войны сообщества Израиля, еще не официального, но жившего на территории Палестины еврейской организации, обратились к мудрецам Кабалы, чтобы проклясть Гитлера. Они отказались. Вот именно по этой причине. Они боялись, что еще большее проклятие ляжет на еврейский народ, если его исследовать очень-очень тщательно. Начнет небесная канцелярия. Когда мудрецы Кабалы вдруг задумывают действительно нести порчу Гитлеру и его силе. Было такое обращение неоднократное в течение Второй мировой войны. Особенно, когда стали доходить до евреев в Израиле, еще не официальном, что творят фашисты с евреями. В сороковые годы многие раввины пытались таким образом противостоять Гитлеру. Так что все просьбы к кабалистам-мудрецам пробудить такие темные силы, которые покарают Гитлера, отвергались кабалистами-мудрецами из-за страха, боязни навлечь на сам еврейский народ с очень пристальное око всей небесной духовной канцелярии. Но так как попытки все-таки были, но не раввинами и кабалы, а самыми евреями, простыми гражданами, ортодоциальным еврейством. Самолеты, которые летали с привязанными кровавыми курицами, определенное там проклятие, не будем туда удаляться. Все-таки оно было сделано, и народ еврейский тоже понес. Это на себе. Однако детали знает только Господь Бог. Тщательное исследование, так скажем, на себе своих собственных дел. Вот такие курицы, которые летали на самолете, назывались кабалея жертва вознесенная. Такую вознесенную жертву, кровавую жертву, принес Христос на землю. А здесь люди пытались сами это повторить. Говорит Иоанн, что как змей над пустыней, вознесенная жертва. Это же не просто так змея прикололи. Повелел Господь на шест и поставить пустыню от укуса ядовитых гадюк. Ирзайского народа в пустыне. А именно вознесенная жертва имела особую значимость в иудаизме. Вот так эта вознесенная жертва, как змей в пустыне, говорит Иоанн, так Христос вознесся над землей, принеся кровавую жертву. Конечно, это параллель. Ни в коем случае не прямая. Не надо об этом говорить. Спасение всего человечества. Божественное спасение всего человечества. Но, тем не менее, параллель просматривается с древними традициями иудаизма. То, о чем говорит Иоанн. И когда уже стали, еще раз, скажем, доходить сведения о том, что Гитлер творил с евреями до израильского сообщества в Палестине, стали предприниматься робкие попытки проклясть Гитлера. Но для проклятия, вот по Кабале, мы говорим об этом правиле Кабалы, нужно точно знать имя матери. И, ну, не было известно имя матери Гитлера. Поэтому можно встретить в документах. Мы просто говорим о документальных фактах проклясть сына матери Гертруды и о доме сына Луизы. То есть предпринимаются разные попытки робкие, но они всегда были связаны с просьбой защитить. Вот в данном случае Израиль пытался защитить себя от проникновения Гитлера на территории его обоснования в 40-е годы. И проклятие это интересно говорили, писали тогда раввины. Должно быть, пожалуйста, Господи, пусть оно будет частью милости, не нашего как бы сглаза, проклятия, порчи, а частью твоей милости защитить остатки Израиля. Вы настолько осторожно пытались навести на Гитлера некую порчу, некое проклятие. И даже такого человека, как Гитлер, проклинали с невероятным страхом и больше не с акцентом что-то такое ему нанести, а с акцентом защитить нас от его ужасного действия. И далее уже в Израиле официально пытались проклинать там и президента Широна, и что-то еще. Но это уже были человеческие пугалки, гадкие человеческие пугалки, потому что на самом деле ни в капполистической литературе, ни в иудаизме таких проклятий, каких-то огненных плетей и так далее, наведения огня, они не существуют. Это уже человеческий фактор. Однако в православии существует, как мы сказали, псалма-катару проклятие. Где-то с 13-18 столетия. И вот здесь забыли те, кто сочинял далее эти пугалки, что все внимание будет также на тех, кто пугалками, проклятиями и порчами занимается. То есть это уже пугалка, которую мы сейчас встречаем во многих моментах, якобы есть какое-то проклятие, в котором можно проклясть кого-то, и кто-то там погибнет. Еще раз скажем, ничего без Бога не работает, а у Бога высший справедливый канцелярии, высший справедливый суд. Не получится никого проклясть без того, чтобы самому не попасть под прицел к суда Божьего. Обещал нам Бог, обещал Сын Божий, что все, кто праведно ищет истины Господней, через Иисуса Христа будут защищены. Кто сам бедствует в своем намерении и для поклонства, ищет еще кого-нибудь, как пишут, тут почитать иконы и еще чего-нибудь почитать. Для чего почитать? Чтобы получить какие-то силы защиты, тот не будет под защитой Господа Бога, а первый получит наказание от своих проклятий, порч и сглазов, и от порчи сглазов других. Потому что как он защитится, если он не обращается к живому Богу, а обращается к искусственным созданным защитам, амулетам, мантрам, иконам и так далее. Потому еще раз скажем, говорит Христос, «Смолитесь о врагах ваших». Это защита от проклятия незаслуженного, от порчи, от сглаза, благословения. Просьба Господа Бога помиловать всех нас, не смотреть на наши грехи, а смотреть на скорби сердца. Это защищает. Благодарение Богу за все. Это защита наша в сердце, искренне. Об этом и говорит Господь, когда повествует нам, что он живет в песнях, в словословиях народа своего. Сейчас народ Божий, и мы, христиане, и наши словословия и песни, не пустые тексты, которые не в сердце, а на губах, а в сердце постоянное вот это словословие благодарности, славы за все и за каждого человека. А каков человек судит Бог? Когда мы благодарим Бога, Он приходит, как сам говорит, и обитает среди нас, в наших сердцах. А такое сердце уже не склонно попасть ни под чью порчу, ни под чье проклятие. В таком состоянии благодарности Богу ни какое проклятие, ни какой изглаз, никакая порча не может коснуться человеческой души, человеческой жизни, человеческое тело. И если мы имеем такую внутри опасность, что какой-то злой человек на нас положит свой дурной взгляд, приходит нам в дом, и все у нас начинает тут ломаться, или смотрит косо и не любит нас, молитва благодарения Господу, она не должна утихать вообще никогда в сердце. Слава тебе за все, что ты даешь человеку, из-за самого человека. Помилуй нас ради имени твоего. Из-за этого человека, которого вы подозреваете в чем-то нехорошем относительно вас, молитесь за него, вот слова Христа, молитесь о врагах ваших. Не судите, да не судимы будете. Об этом идет речь. Защитите себя, и вы будете в безопасности под крылом Господа Бога. Вот такой человек, приходя к вам в жизни, и как бы создавая опасения ваши, что он на вас косо посмотрит, проклянет, ведет порчу, что этот человек не просто так послан в нашу жизнь. Наша молитва благодарения Господу должна возрастать. Он эту миссию здесь несет вам. Ничего не бывает случайно. И о нем мы молимся тоже, об этом человеке. Мы посланы в этом мире быть служителями Иисуса Христа, нести его истинного слова во все уголки мира. Иисус Христос принес себя в жертву ради этого. И несмотря на страхи, на все предосторожности, несмотря на то, что в комментариях их пишут, всякую дрянь и проклинают, мы должны нести наше служение во имя Господа Бога. А это значит благодарить Всевышнего за все, вступать в контакт с Господом и благодарить даже за то, что кто-то принес нам вот такие неудобства в нашу жизнь. И то, что этот человек живет в таких неудобствах своего мрачного взгляда и сердца. Благодаря Господу за все мы живем под защитой его крыла, его благословения. Мы преодолеем в таком состоянии благодарности и надежды, искренней веры Богу все, любые порчи, любые проклятия, любые сглазы, не страшны, чего боюсь, когда я иду в долину смерти, если ты, Господь, со мною. Как раз об этом и дан нам 90-й псалом, живущий в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворице. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедует и тебе охранять тебя на всех путях твоих. Всем радости, познания. Субтитры создавал DimaTorzok